Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. В ближайшие минуты подведем итоги понедельника, 10 июня. Как обычно, рассказываем о самых важных и интересных новостях в городе. Посмотрим, что обсуждали в этот день в социальных сетях города. В нашем выпуске сегодня. Не все успели. Часть ремонтов ко дню города перенесли на сентябрь. Просят пока не рыбачить. В пруды у цирка запустили карпа и линя. 8 рублей экономия за билет. Меньше за проезд теперь можно платить телефоном. И полет под куполом на своих волосах. Прыгающий бизон и настоящие слоны. В Кирове настоящий итальянский цирк. Два дня осталось до главного праздника этого города. В городе заканчивают подготовку к 650-летию. Уже в среду кировчане будут танцевать под песни любимых исполнителей. Посетят исторический бал и смогут научиться новому на мастер-классах в центре города. А гости смогут оценить преображение Кирова. Однако после 12 июня сюрпризы для кировчан не закончатся. Сегодня в правительстве рассказали, как будет продолжаться благоустройство. И что ждет кировчан сразу после праздника. Символично, что 12 июня кировчан и гости города встретят 12 площадок праздника. Основными станут театральная площадь, Октябрьский проспект, Пешеходная Спасская и Александровский сад. Больше ста мероприятий для разных возрастов и интересов. Для детей – игровые зоны и аниматоры. Для молодежи – исторический бал, мастер-классы и концерты. Потанцевать под любимую музыку смогут и пенсионеры. Предусмотрены мероприятия, на которых можно провести время всей семьей. Это ярмарки, концерты, шахматные турниры, досуговые площадки, исторический бал и выступления детского музыкального театра. Тем временем в городе продолжается большой ремонт. В исторической части заканчивают оформлять фасады. На остановках появились новые павильоны. На дорогах мощные фонари, а на центральных улицах обновили асфальт. Работы выполняются при поддержке губернатора области. В целом в юбилейном году будет отремонтировано 64 дороги протяженностью порядка 40 километров и тротуары на 24 улицах протяженностью более 53 километров. Благоустройство продолжится и после праздника. Сейчас активно ведут работы на площади у филармонии. Там залили бетонные основания. Рабочие готовят территорию, где появится памятник Александру Невскому. Работы закончат к сентябрьскому празднованию юбилея. Сегодня на совещании губернатор сообщил, что скоро в Кирове появится один из первых в России и крупнейших в мире фиджитал-центров. Предварительная общая стоимость объекта 600 миллионов рублей нам уделяется большой федеральный грамм 352 миллиона рублей. Уникальный знаковый проект. В словах это очень сложно передать, как это работает одновременно. И когда играют в различные спортивные игры, леденоборство на компьютере, а потом переходят в реальную жизнь и занимаются тем же самым. В центре будут площадки для занятий игровыми видами спорта, VR-зоны, игровые консоли и компьютеры для занятий киберспортом. Фиджитал-центр – это не только подарок к юбилею Кирова, но и первый шаг к созданию большого проекта – кампуса мирового уровня. Надежда Алюшина, Константин Кузнецов, информационный канал «Город». Многие заметили уже, что на Октябрьском проспекте начали устанавливать сцену. Рабочие собрали металлический каркас и закрепили экран. Сейчас занимаются сборкой боковых частей, отделений для света и звука. Часть аппаратуры уже привезли на место. В этом году сцена находится напротив цирка. Она занимает большую часть дороги. Сегодня утром здесь образовалась большая пробка. Концертную площадку специально перенесли на Октябрьский проспект, так как театральная площадь не сможет вместить всех гостей юбилея города. По периметру площадки установят ограждение с 11 июня. Часть Октябрьского проспекта будет полностью перекрыта от улицы Воровского до улицы Азина. Общественный транспорт сменит маршрут. Дорогу закроют до конца праздника, 13 июня. А вот лестничные пролеты в парке имени Кирова не успеют подготовить ко дню города. На территории продолжается благоустройство входных групп. Подрядчик занимается ремонтом лестницы со стороны Октябрьского проспекта. Она была полностью разбита. Старое покрытие убрали на всех трех пролетах. Но уложить новые к празднику в 650-летие не успеют. Сделают только два пролета – центральный и левый. Ремонт третьего обещают закончить в июле. Между пролетами сейчас идет высадка газонов. Больше всего работают подрядчикы со стороны улицы Горького. Там вместо входной группы котлован. Ремонт этой части, судя по паспорту, закончат 10 сентября 2025 года. В выходные в пруды парка имени Кирова выпустили рыбу. В Нижний пруд около 150 карпов. Средний вес каждого около 800 граммов. За год каждый из карпов можно брать еще около килограмма. В Верхнем пруду теперь живут и карпы, и лени. Общий вес рыбы составил около 170 килограммов. Хотелось не просто сделать, воссоздать, как все было в парке. В том числе самое красивое – это пруды. Но хотелось, чтобы пруды были живностью. Утки у нас уже здесь обжились. Сейчас еще и рыба появилась. Поэтому думаю, что к концу года здесь рыбы будет много. Тем более, что она еще с отопленность создает баланс. Био-экологический баланс. То есть она мошку кушает, водоросли. Поэтому я думаю, что это все как раз будет такая симбиоз природный. Рыбу привезли из двух разных рыбохозяйств региона. Крупных особей выпустили, потому что рыба таких размеров, как говорят специалисты, лучше приживается. Местных рыбаков просят пока не рыбачить в пруду, чтобы дать выпущенной рыбе время обжиться и оставить потомство. Сделали экспресс-ремонт пожарной части. Разрушенная пожарка на Октябрьском проспекте преобразилась за пару часов. Сегодня к зданию приехала бригада с вышкой. И огромным баннером ветхую часть учреждения закрыли праздничным плакатом. Пожарная часть давно требует ремонта. Здание горело, с него кусками падала штукатурка. Когда повалились кирпичи, дом обшили специальной сеткой. Сейчас пожарная часть будет встречать гостей белоснежным фундаментом и красивыми окнами. Что за этим скрывается большая тайна кировчан? С сегодняшнего дня, 10 июня, при оплате билета на городских маршрутах можно получить скидку 8 рублей. Скидка 20% действует при безналичной оплате через систему быстрых платежей. Оплачивать можно через QR-код или с помощью NFC-табличек. Для оплаты проезда нужно поднести телефон с установленным мобильным приложением или отсканировать QR-код. Со счета автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки. Узнать табличку в автобусе можно по логотипу системы быстрых платежей. Для всех остальных проезд по-прежнему 40 рублей. Кировчанам предлагают оценить новую подсветку зданий. В темное время музеи и театры теперь выглядят по-другому. К юбилею города на центральных учреждениях культуры установили прожекторы, которые выгодно подсвечивают архитектуру здания. Новая подсветка появилась на драмтеатре, театре кукол, на областном доме народного творчества, Вятском художественном музее и других. Обещают, что прожекторы появятся и в Александровском саду. Там подсветить планировали ротонды. Их ремонт, кстати, так и не могут закончить. Настоящий итальянский цирк на Кировском манеже. В нашем городе гости мирового масштаба. Известная цирковая династия Тони с премьерой выступила в цирке. Программа итальянский цирк «Слоны и тигры» – одна из лучших в мире. И да, действительно, на манеже были настоящие слоны. Кировский зритель видел очень много программ в цирке. Но такого количества артистов и животных в одной программе у нас не было давно. Дух начало перехватывать с первого номера. Гости премьеры не могли сдержаться и переживали за покорителей колеса с милости. Братьев Сонбековых. В трюке, от которых у всех захватывало дух, братья выполняют без страховки. Пощекотала нервы кировчанам и румынская артистка Александра Тарус. Под купол цирка она взлетела на собственных волосах. На манеже не менее эффектно и зрелищно выступали и животные. Их в этой программе просто огромное количество. Тропические змеи, верблюды, пони, зебры, страус, кенгуру, тигры и даже бизон, который при своих огромных размерах умеет перепрыгивать препятствия. Большую звериную труппу дрессируют Давио Тони и его сын Даниэль. В цирковом мире говорят, что у них есть уникальная способность найти общий язык практически с любым животным. Неважно, пони это или огромный слон. Но и этот вальс, конечно, покорил абсолютно всех зрителей. Очень нравится животных много, да? Вот, ну, представление хорошее. Очень здорово, нам все очень-очень понравилось. Вообще, великолепное шоу. Мне больше всего понравился первый номер с акробатами и колесами. Очень переживал за них. Вообще, непередаваемые эмоции. На ура все проходит, прямо время летит очень быстро. Династия Тони и их животные еще в Кирове. Увидеть очень яркий, эмоциональный и разнообразный цирк можно до 14 июля. Ксения Зиновьева, Елизавета Огородникова и Михаил Михеев. Информационный канал «Город». Вот так в нашем городе прошел этот понедельник. На этой рабочей неделе обещают жаркую погоду до плюс 30. Поэтому будьте к этому готовы. В студии для вас работала Ксения Зиновьева. Обязательно увидимся с вами в городе. Всем пока!